Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Тепло есть в восьми домах и соцобъектах. Восстановление отопления в Бердегистяхе идет по графику. Экономия или нарушение. Четыре года владелец и квартир в доме Якутская ждут, когда завершится стройка. Юноши, мужчины и ветераны в мирном прошел турнир по Хабсагаю. Четыре многоквартирных и четыре частных дома уже подключили к теплу в поселке Бердегистях. Отопление также получают социальные объекты Почта России, Ростелеком, Ростельхозбанк и Казначейство. Перед мобильными бригадами на сегодняшний день стоит задача подключить частные дома без печного отопления. Другие объекты обогревают тепловыми пушками. В штабе по ликвидации аварии информируют о том, что основная рабочая сила направлена на ремонт магистральных теплотрасс. Всего в поселке работают 16 бригад ГУБ ЖКХ. Работы идут по графику. В подключенных домах дежурят специалисты. Восстановительные работы идут полным ходом. Задействовано 98 человек. Работают в две смены. Ни на секунду не прекращается работа. Сейчас основные силы брошены на восстановление магистральных тепловых сетей. Сегодня по плану у нас 5 многоквартирных домов и 3 частных дома. До 3 ночи все тепло должны дать. В них проживают 68 человек, в том числе дети. И вот сегодня в 5 утра дали тепло в это здание. Здесь расположены две организации – почта и Ростелеком. Материалами рабочие бригады полностью обеспечены. ГУБ ЖКХ направила по сегодняшним данным материалы на сумму более 7 миллионов рублей. В четырех районах Якутии объявили карантин в школах. Это Алекминский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Верхнеколымский. Частично на карантин закрыты школы и детские сады в Амгинском, Имиконском, Нижнеколымском, Сунтарском и Хангаласком районах. В Якутске также частичный карантин объявлен в нескольких школах и детских садах. Всего на минувшей неделе с симптомами гриппа и ОРВИ в больницы обратились 9 тысяч жителей республики. Экономия или нарушение норм строительства. Что привело к двухлетней задержке сдачи дома на улице Халтурина в Якутске. Еще 4 года назад строительство многоэтажки для работников бюджетной сферы молодых семей и участников долевого строительства остановилось из-за оттаивания грунтов под сваями. В 2016 году люди должны были получить ключи от квартиры, а в итоге оказались в списке обманутых дольщиков. Тему продолжит Сарглана Захарова. 5 лет назад Людмила Смилова узнала, что вошла в программу по обеспечению жильем работников бюджетной сферы. Получила субсидию от государства и вложилась в строительство многоквартирного дома на улице Халтурина. Решила, что если уж брать новую квартиру, то с перспективой на увеличение количества членов семьи. Добавила к субсидии средства маткапитала, взяла ипотеку на 2,5 миллиона и стала счастливым обладателем квартиры на 80 квадратов. Однако очень скоро радость сменилась разочарованием. Были обронены фразы сотрудниками ОРТ. Может быть будет пережеребьевка. В связи с чем, сразу, как говорится, создался вопрос, сказали, что там не совсем ясно с грунтами. Действительно, при установке свай произошла оттайка грунта. Конструкции не могли прочно закрепиться, а значит возводить многоквартирный дом на них нельзя. В том же 2013 году госэкспертиза постановила проморозить талые грунты. Вручить ключи дольщикам обещали в 2016-м, но на деле получилось, что даже в 2017-м заселиться не удалось. Планировку изменили, сваи усилили, сваи посреди квартир у нас стала безобразная планировка. То, что мы изначально вытащили, как мы радовались, и то, что по факту сейчас получается, это для меня ужасная квартира. Как нам сообщили в стройнадзоре республики, в эти дни ведомство должно проверить подъезды В и Г, работы в которых уже практически завершены. Сроки ввода остальных подъездов неизвестны. Блок А, он у нас вообще консервирован до достижения нормативных характеристик грунта. Но почему произошла оттайка? Об особенностях строительства на мерзлоте говорят повсеместно. Подготовке и изыскательным работам на участках необходимо уделять самое пристальное внимание. Однако сегодня в погоне за экономией зачастую строители пренебрегают этими требованиями. Изыскания проводятся на уровне тендеров, за которые выигрывают часто тендеры за такие деньги, за которые просто по нормативным документам нельзя проводить эти работы. Их просто невозможно. Геологические изыскания позволяют определить температуру грунта в разных точках строительства, чтобы в последующем сваи плотно закрепились в земле. Для этого на участке инженеры бурят скважины. Если их количество будет меньше, чем положено, то это грозит неустойчивостью конструкции. Например, вместо 10 скважин сделали 2-3 скважины и оттянили. А площадь застройки достаточно большая. Естественно, когда строители начинают ставить сваю, попадаются и грунты с положительной температурой. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Строительство дома Людмилы Смеловой длится уже шестой год. Тем временем она продолжает жить со своей семьей в аварийном доме, из которого рассчитывалось ехать еще несколько лет назад. Теперь ей остается только ждать заселения в злополучную квартиру и отстаивать свои права в суде на выплату застройщикам компенсации. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Разлившиеся зловонные лужи, фонтаны горячие и холодной воды тут и там. Это нередкое явление в Покровске. Вся проблема в том, что во многих многоквартирных домах водоотводящие канализационные сети не принадлежат ни одной обслуживающей компании. И эту проблему не могут решить с момента основания города. Почему, постарались выяснить наши корреспонденты. Бесхозные сети – давняя головная боль покровчанной городской администрации. Как получилось так, что более чем у 40 объектов нет хозяина на канализационные водоотводящие сети. Протяженность их везде разная – от 10 метров до 650. От дома до канализационного колодца. От этого страдают в первую очередь жильцы многоквартирных домов. С этого дома, вот 58,2, постоянно летом вода течет ручьем. Ну, правда, эти приходят, сантехники в это все подлаживают. Но через неделю, глядишь, опять все потекло. Все дело в том, что при сдаче объекта этот момент не оговаривался. Казалось бы, небольшая прориха в жилищном законодательстве, сквозь которую вытекают кубометры воды и денег. До сих пор просто по принципу «Кто, если не я» занимается ремонтом этих сетей заохангаласский гастрой, руководитель которого Юрий Бетца долгое время пытался обратить внимание на данную проблему. В 2017 году лед, наконец, двинулся. В 2016 году мы заложили на 2017 год средства вместе с муниципальным МИЗО средства на оформление этих сетей для передачи их водоотводящей компании. На сегодня эта работа ведется, и мы провели замеры и заполнили декларации для того, чтобы оформить их через муниципальный МИЗО. Требуется на паспортизацию в Министерстве имущественных и земельных отношений этих сетей порядка 20 миллионов рублей. Это будет софинансирование со стороны государства и муниципального образования. Более 400 детей из районов Республики Якутска мерят со своим мастерством. В столице Республики стартовал региональный чемпионат Junior Skills. Это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников от 10 до 17 лет. Профсоревнования проводят по стандартам World Skills, а в этом году появились и новые направления. Это предпринимательство, агрономия и национальная кухня. Сегодня проходит региональный этап чемпионата Junior Skills по 22 компетенции. Я представляю компетенцию тренажных вещей. В нашей компетенции 8 команд, в принципе, рост с прошлого года есть. Вообще, движение Junior Skills, оно проводится по стандартам World Skills. То есть, получается, что объективно оценивается каждая компетенция, каждый аспект компетенции. Поэтому тут субъективный подход минимизируется. В этом плане она немного отличается от других конкурсов. В Якутске дали старт десятилетию детства в Республике. Сегодня во Дворце детства прошла акция с участием подрастающего поколения, педагогов, родителей и почетных гостей. В фойе центра представили выставку-презентацию детских общественных организаций. На главной сцене торжественно презентовали символику десятилетия. Конкурс на дизайн эмблемы стартовал в начале этого года. Поступило более 60 работ. По итогам конкурса победила идея ученицы 9 класса села Бетюнь Намского района Людмилы Андросовой. Вот это десятилетие – это очень правильный подход к тому, чтобы дети развивались. Потому что, ну, конечно, большое внимание надо уделять молодому поколению. Надо им давать определенные важные ценности в жизни, которым нужно следовать. Потому что, ну, будущее зависит от поколения нашего. Сильнейшие хабсагаисты со всей Якутии собрались в столице Алмазного края. В пятый раз мирный становится центром зрелищных схваток. Турнир памяти Аркадия Никифорова собрал полные трибуны болельщиков детской и юношеской спортивной школы. В нескольких весовых категориях за первое место боролись юноши, мужчины и ветераны. На соревнованиях побывали и наши коллеги. Этого якутского батура знают все болельщики хабсагая. Увар Тимофеев – абсолютный чемпион Якутской Олимпиады Игорь Манчары. Он выступает в самой большой весовой категории – свыше 80 килограммов. Увар уверен, что хабсагаистом может стать любой желающий. С улицы кого угодно взять и потренировать. Кто угодно, кто на двух ногах может стоять, он уже может заниматься. Там экипировки, там как кимоно, там ненужных шортик и борсовки. Минимальное вложение денег, можно тренироваться и выступать на маленьких соревнованиях, потом на больших. Чемпионы республики, победители Игорь Манчары и мастера спорта по борьбе хабсагай. Сильнейшие спортсмены Якутии в пятый раз собрались в столице Алмазного края. Ежегодный турнир памяти первого мастера спорта по хабсагаю из Мирненского района Аркадия Никифорова в этом году собрал хабсагаистов из восьми районов республики. Турниры категории А считаются самыми престижными. Здесь спортсмену могут получить звание мастера спорта. Именно проведение таких состязаний способствует развитию национальных видов спорта в Алмазном крае. Тренера будут организовывать больше соревнований именно для детей, для взрослых. Мы добьемся результатов, во всяком случае, хотя бы на республиканских соревнованиях, чтобы участвовать в них, не то что там выигрывать, хотя бы участвовать, чтобы смотреть уровень спортсменов, которые сильнейшие, и наши будут тянуться к этому. Абсолютным чемпионом турнира памяти Аркадия Никифорова стал Увар Тимофеев, представитель Верхневлюйского района. В следующем году в Мирный вновь приедут хабсагаисты со всей Якутии. И возможно, что соревнования пройдут в категории А. Тогда на ковер выйдут чемпионы России, Европы и мира. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. И на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова